Дорогие дамы, господа и иные формы жизни, всех приветствую в текущем видеоролике. Продолжаем рассматривать достаточно интересную, на мой взгляд, тему, связанную с персонажами в различных околохудожественных произведениях. В данном контексте рассматриваем мы, разумеется, аниме-референсы, и, просматривая очередной эпизод, секунд на 10 появляется один достаточно непримечательный персонаж, на первый взгляд. Но если мы тщательно присмотримся и после рассмотрим этого персонажа еще детальнее, то, возможно, может показаться, что есть сходство с одним из относительно ключевых персонажей, в совершенно другой анимационной работе от иной организации. В общем-то, схожести. Во-первых, сам стиль персонажей. Не знаю, насколько это правда и насколько это работает, но есть у некоторых художников-иллюстраторов такой вот пунктик, при котором каждый персонаж должен считываться по силуэту. То есть, если вы видите силуэт какого-то персонажа, то вы теоретически можете догадаться, какой именно это персонаж. В свою очередь, есть небольшая трудность в контексте того, что некоторые персонажи из жанра в жанр просто стилистически похожи. А в данном же случае вся схожесть достаточно притянута, на мой взгляд. Но и отсутствуют некоторые элементы в одном из произведений, и сходство, оно как бы процентов, ну, может, на 50-60 наблюдается. Но так, относительно. И прикол в том, что сам персонаж в произведении, которое было намного раньше санимировано, получается, появляется секунд на 10, как уже упоминалось, и не слишком хорошо был изображен. И таким образом, можно сказать, что особых деталей быть и не должно. Но можно назвать этого персонажа каким-то прообразом или вроде того, не знаю. Но, опять же, всё достаточно притянуто. В общем, как-то так. Но, разумеется, на превью вы могли лицезреть всю вот эту якобы схожесть, и на этом всё. Контекст и мораль данного видеоролика? Ну, как обычно, нет ни морали, нет контекста, ничего нет. Вот. В общем, в целом, это, наверное, всё. Просто такая вот деталь, которая бросилась в глаза.